сердечно поздравляю вас дорогие братья и сестры с днем памяти святого праведного семена верхотурского он покровитель духовный покровитель всего урала сибири да и не только этих областей а любого человека который совершает свой жизненный путь в миру вот знаете нам не хватает именно святых в лике праведных мы конечно чтим многих преподобных удивляемся подвигом которые совершили преподобные кто-то вот тысячи дней стоял на камне да кто-то вот не ел не пил молился но сами мы не можем повторить этих подвигов и даже если ты захочешь то ты просто надорвешь свои силы мы почитаем святых благоверных князей святых полководцев которые вели за собой полки разбивали вражеские войска но сами мы не можем повторить тоже их вот путь мы никого за собой как правило не ведем вот эти чтим и мученика великомучеников но вряд ли кто-то из нас может тоже в чем-то уподобиться этому подвигу и вот нам важны святые которые жили в миру которые простой такой вот праведностью посреди людей освещали человеческий мир а те кто совершали простой какой-то вот труд шили шубу до шубы ловили рыбу таким и был святой семён верхотурский и при этом чисто молились господу отличались кротким таким терпеливым смиренным духом и были как такие вот светочи посреди мира его святой семён верхотурский это именно праведный человек который вот как огонек посреди вот нашего мрачного мира освещал все вокруг и поэтому люди к нему и потянулись в итоге вот кстати когда расстреляли царскую семью да вот знаете в ипатьевском доме то чуть погодя там нашли именно икону святого семена верхотурского эта икона принадлежала царице святой александре и оказывается она особо почитала этого святого а убиенный царь николай второй он ведь тоже не просто чтил он даже распорядился чтобы был воздвигнут величественный собор крестовоздвиженский собор верхотуре а верхотуре в каком-то смысле тут как духовная столица урала да именно в связи со святым праведным семеоном верхотурским и вот когда крестовоздвиженский собор был построен уже в 1913 году как раз это 300-летие династии романовых то николай второй шлет особую телеграмму с поздравлением и просит молиться о нем перед мощами святого угодника и ведь ежегодно не только в то время а вообще и восемнадцатый век 19 век десятки тысяч людей туда ехали молились и получали помощь но что удивительно о жизни собственно самого святого семена известно крайне мало сведений мы знаем только то что он родился в начале 17 века ну иногда там высчитывается год 1607 год то есть детство его приходилось на смутное время а смутное время это это то та вот эпоха очень тяжелая в истории нашего отечества когда кругом все рушилось там интервенты да тут какие-то гражданские войны и беспорядки то гол то мор моровой поветрие то там и всякие вот эти проходимцы лжедмитрий 1 лжедмитрий 2 и из-за этого огромное смятение и вот не знаем и как но известно что родители святого семена они где-то вот из из россии происходили а сибирские и уральские края не только-только разрабатывались и вот семья переезжает туда и и симеон он там и оказывается где-то вот в тех краях видимо из-за того что вот смутное время подорвало вот устои жизни где они находились ну и известно что видимо семья его была очень благочестивой и судя по отзывам некоторых современников она была не из самого такого низкого сословия а где-то вот из бояр какое-то такое дворянское сословие и собственно чуть больше сведений когда он уже один без родителей и вот он посвящает себя всецело господу но в монастырь он не уходит он остается жить в миру и о нем известно что он постоянно вот ходил и что-то делал для людей вот известно что что зимой он шил шубы и а там как была такая традиция что практика что когда мастер приходил вот выполняя какую-то работу он оставался в том доме для жильцов которого и выполнял вот эти работы и вот семен оставался вот шил эту шубу и тут вдруг была такая деталь замечена что вот шьет он шьет а потом вдруг раз и исчезает немножко от не дошив там последние какие-то осталось там стежочки ну может быть рукав там не дошил или еще чего-то а он уходит не довершив своей работы но и при этом платы за работу не брал и некоторые его осуждали вот он там не доделал шубу а некоторые смеялись что вот он вообще даже заработной платы никакой не взял просто ушел и все но симеон тем самым скрывал свое милосердие да то есть он делал бесплатно эту работу для людей но при этом чтобы его не хвалили он специально не доделал специально не доделал то есть такой вот был подвиг особой смирения и при этом он все время молился и молился за этих людей да и когда ходил по тем местам краям он в начале это верхотуре но верхотуре был город торговый там много торговцев и вот больше он жил конечно в селе меркушина сказано это примерно 50 верст от верхотуре а там храм в честь архистратига божий михаил и вот в этом храме он постоянно молился молился переходил также конечно по соседним селам а летом он ловил рыбу вот мы знаем что и апостолы они были из простых рыбаков да отличались таким вот простым характером ну вообще когда человек он близок природе то в нем вот это нет этой искусственной сложности которые порождает наша греховная цивилизация когда люди прячутся в какой-то вот свой искусственный мирок отгораживаются от других составы пытаются составить себе капитал и думают что от этого капитала они будут счастливы а потом вдруг раз все рушится там или болезни или какие-то потрясения или кто-то тебя обманул или украл а или ты вообще просто-напросто умер и ничего за гроб не взял а как провел свою жизнь да как попало правил а вот святой симеон он даже находясь вот посреди этих красот уральской сибирской природы он посылал славу господу и молился творцу природы и до сих пор вот показывают тот камень на берегу реки туры где он ловил рыбу там еще была такая вот ель кстати на некоторых иконах святого симеона изображают с удочкой потому что вот летом он ловил рыбу и за счет этого он существовал да вот кстати вот этой ели которая там росла потом люди от нее и отламывали веточки и в итоге она так так скажем без веточек и осталась засохла а потом вот от бури вообще сломался ствол и остался только корень ну людям бывает хочется взять любой предмет который вот связан со святым чтобы как бы такую вещественную память но конечно для святых важно чтобы мы прежде всего внутренним своим сердцем своей душой обращались к ним и вот святой симеон проводил так свой образ жизни в молитве да в благотворении очень простой человеческой такой жизни летом ловил рыбу зимой шил шубы и вот собственно все что о нем известно если брать вот его чисто вот земной путь ну еще сохранились такие сведения что он претерпевал некоторые болезни вот как некоторые говорили что от очень строгого поста якобы что вот у него там разболелся живот но может быть это было связано и с другим каким-то вот не обязательно от поста а может быть действительно господь попустил какую-то болезнь и очень рано где-то вот возрасте примерно 35 лет он от этих вот боли живота приставился и перешел ко господу и некоторые указывают что это примерно 1642 год хотя другие следователи говорят что чуть попозже там разница в несколько лет и для нас это не имеет большого значения но важно что его похоронили прямо вот при храме михаила архангела в селе Меркушино и о нем сохранялась память как о таком кротком чистом милосердном христианине и вот о человеческой памяти она понимаете как вот человек тебе помогал да какое-то время ты его помнишь а потом он умирает и память твоя со временем начинает ускудевать потому что мы люди эгоистичные мы быстро забываем своих благотворителей и прошло примерно полвека где-то и место это фактически было уже затеряно ну не то что затеряно там могилка была а забыли кто именно там похоронен за полвека все там поумирали тоже те кто жили и знали его и вдруг это уже начало вот 90-х годов 1690-е года вдруг сам гроб потихоньку начинает подыматься сквозь землю и показался наружу ну не знаю там ну кто-то скажет что может быть какие-то там тектонические процессы там я не знаю слои земли как-то двигаются но может быть именно сам господь и это скорее всего так и было что он являет святого угодника когда гроб действительно стал появляться сквозь землю наружу и сквозь щели это этого гроба стали видеть нетленные мощи покоящегося в нем и помимо этого сразу же стали происходить чудеса а в тех краях много казачьих войск соответственно воеводы и вот слуга одного воеводы по имени Григорий сильно разболелся но у него тело перестало его слушаться вот две движения уже не такие а тогда то с диагнозами вообще тяжело было не особо ставили не знали чего там как может быть рассеянный склероз может быть еще что ну болеет и вот как раз через те края они проезжали и этот слуга воеводы Григорий попросил съездить в село Меркушино потому что он уже стал слышать что там некий вот новоявленный праведник гробница которого показалось и вот может быть господь через него мне поможет и воеводы его отпускает он приезжает и попросил как а ведь еще не был прославлен святой Симеон и кстати имя его позабыли и тогда они делали так они просили священника служить молебен архистратигу Михаилу потому что в честь архистратига Михаила храм построен посвящен архангелу Михаилу а после этого сразу же служили панихиду на могиле праведника а так как имени забыли имя то они говорили на панихиде поминали имя его же господь сам ведает вот так с такой формулировкой в обобщенной в общем форме и когда вот молебен и панихиды были отслужены то этот Григорий он берет земельку от могилы святого Симеона помазывает себе тело, свои руки, ноги и тут же исцеляется тело его обретает прежнее здоровье от него узнает слуга другого воевода у которого уже глазами был болен ну того даже какая-то вот опухоль с глазами ну и ему рассказывает про все это вот этот Григорий тот конечно же тоже вот туда вот спешит и тоже значит молебен архангелу Михаилу панихида на могиле святого Симеона и он представляете он берет вот эту земельку и мажет себе глаза вот многие люди они как-то думают что вот как там это же земля да вот с могилы какая тут может быть польза а он поверит что святой у него все свято и тело поэтому мощи святых мы почитаем что тела святых это храмы духа святого и мощи святых они преисполнены той благодати которую угодник Божий при жизни стяжал и все освящается и даже место упокоения и опухоль прошла у этого слуги воеводы который друг Григория ну и дальше тоже начинают узнавать тогда уже сам воевода а у воеводы дочь была больна глазами ее тоже ей земелькой мажут глаза каким-то парадоксальным образом ну парадоксальным для земной науки эта земля начинает помогать исцелять вместо того чтобы заразу в глаза разносить она наоборот исцеляет этих людей они получают исцеление вот так один другой третий и люди идут уже и почитание святого Симеона оно зародилось стихийно а причем имя еще даже не помнили ну и тогда что вот там вообще в то время вот конец 17 начало 18 веков этой епархии они были в тех краях вот Урал Сибирь очень обширные и принадлежала вообще это к Тобольской епархии там на сотни чуть там тысячи километров одна и та же епархия ну и когда вот узнает митрополит уже он направляет священнослужителей тогда вот над могилой святого сделали деревянный сруб как бы часовня да и туда приходят люди молятся а потом когда сам митрополит Игнатий совершал объезд епархии то он ну что-то вот сам не захотел осматривать мощи направляет своих служителей и даже он проезжал через это село Меркушино а его служители они засвидетельствовали что мощи это нетленные нетленные мощи у святого ну а тот как-то вот не захотел какое-то такое нерадение у архиереи и потом вдруг у него самого вдруг страшно разболелся левый глаз а он подумал зима мороз может быть от этого то есть получается у тех наоборот глаза исцелялись а тут из-за непочитания разболелся левый глаз и вдруг его тоже как молния пронзает такая мысль что я же не пришел самосвидетельствовать и он тут же поспешил к мощам святого угодника сам лично засвидетельствовал их нетленность и когда вот прикладывался то он исцелился его глаз обретает здравие и сам Игнатий митрополит он перед народом открыто говорит что мощи этого праведного угодника божия они такие же как у святителя алексия митрополита московского и преподобного сергия радонежского и сам святой угодник он такой же вот сильный пред богом и тут же он обращается с паперти что вот может быть кто-то из вас все-таки помнит и знает что это был за человек как он жил ну а все переглядываются не знают тогда вот не так-то много люди жили до глубокой старости далеко не все доживали тем более когда смутное время там косило только так вот коса смерти она уносила жизни людей на тот свет и вот один уже 70 семидесятилетний старик он вспомнил что был такой вот праведный человек родители которого откуда-то вот из ну глубинных там от районов россии более такого знатного происхождения а он вел очень простой образ жизни вот их сын и вот значит там летом ловил рыбу зимой шил шубы и отличался благочестием кротостью смирением молился за всех вот вот эти сведения которые короткие есть фактически они вот от того человека сохранились а как звать его а уже никто не помнит и митрополит вот когда уже отъезжал оттуда вот размышлял молился вот он впадает в какую-то дремоту и вдруг в это в состоянии такого как бы полусна видит что как будто люди вопрошают как зовут праведника и трижды раздается имя симеон имя его да вот так господь открывает его имя причем в то же самое время там было еще два таких случая когда священнику было поручено служить молебны а он думает ну а как же я буду служить если не знаю имя и тоже такое вот видение дается что имя праведника этому симеон а еще один иродиакон он после вечернего правила к себе в келью зашел и видим у него тоже такая же мысль потому что как бы угодник божий всем явлен а имя его неизвестно ну и тогда это тоже значит вот в таком полусне он вдруг слышит сколько вы будете вопрошать о имени угодника божия симеон звать его вот так господь открыл через трех людей но на самом деле там еще были такие вот случаи когда он непосредственно открывался где-то он даже говорил что я симеон миркушинский потому что в селе миркушина а потом уже перенесли верхотур верхотуре где монастырь и вот так открылось имя угодника божия и после этого люди вот шли-шли и самое то главное здесь что то что оказывается святые они вот больше даже помогают когда они переходят в иной мир то есть земная жизнь это как некий фундамент фундамент вот если ты фундамент не заложил правильный то ты ничего на нем не построишь а если ты земную жизнь провел по заповедям Христа то это становится таким вот фундаментом на котором и дальше вот после перехода в вечную жизнь такой вот святой он выстраивает некое вот здание служения Богу и святой симеон он как раз вот больше известен по своим посмертным чудесам потому что он постоянно кому-то являлся кому кого-то спасал и вот был например один тоже старобрядец который вообще не слыхал про святого симеона верхотурского и тоже какие-то там у него недуги беды и вот ему как раз является святой симеон кстати некоторым он являлся у него его как описывали что вот он ну кто-то говорит что лет двадцати пяти кто-то там средних лет волосы русы и вот в таком белом одеянии и он говорит а смотрится такой вот добротой любовью и говорит что вот я святой просто я симеон из Меркушина да там или кому-то может быть я симеон верхотурский если там уже мощи находились и вот того старобряца он тому старобряцу он сказал что ты вот исцеляешься только вот крестись тремя перстами во имя святой троицы отца и сына и святаго духа ну конечно сейчас мы не будем спорить там двоеперсти или троеперсти в то время было важно чтобы все таки некое единство и то что благословляло священноначалием этого и придерживаться и поэтому святой симеон он вразумляет того старобряца и конечно когда мощи святого симеона перенесли верхотурье то еще больше людей стало приходить туда это как центр паломничества но на самом деле святой симеон верхотурский он сам во многих местах являл себя сам да то есть даже не то что вот люди шли к нему а он зачастую приходил кому-то и помогал и вот был допустим такой случай когда до случаев было множество ну вот как-то башкиры они напали на одно селение уводили в плен людей и значит тоже священник из этого села вместе с сыном своим оказался в плену их ведут ведут потом возле какого-то озера остановились на привал там что вот уже ночь будет и священник этот молится и вдруг вот божья матери ему является и говорит что если он хочет быть освобожденным то должен дать обет посетить мощи святого симеона верхотурского то есть отправиться в верхотуре и также вот еще в одном селении приложиться и посетить икону чудотворную икону святителя николая чудотворцы то есть оказывается сама божья она говорит что люди должны обращаться за помощью к святому симеону верхотурскому так же как к святителю николаю чудотворцу и оказывается симеон верхотурский он может помогать ничуть не меньше николая угодника ну и конечно же этот священник он тут же согласился а башкиры они на ночь еще сильнее так сказать перевязали вот эти вот путы и казалось что все уже ничего не поможет вот и вдруг путы их ослабели они выбрались сначала спрятались в камышах потом даже по самую шею в воду чтобы их не заметили башкиры ну и каким-то вот чудом избежали поимки смогли выбраться и потом конечно же они посетили святого симеона верхотурского и поклонились образу святителя николая чудотворца вот так они спаслись вот как-то одному старцу монастырскому по имени иаков было дано такое страшное угрожающее видение это во время литургии когда возглашал служащий священник вонмем святая святым да и вот многие падают на колени поклониться святым дарам а вот этот старец он упал низ и не встает да и долгое время так вот находился на коленях потом его значит подымают и он рассказывает страшные вещи что как раз вот он взглянул на образ божьей матери и дано было ему такое вот устрашающее видение и божья матерь сказала что что вы должны обязательно молиться святому симеону верхотурскому служить вот эти молебны пение и раскается и передайте людям чтобы немедленно прекратили сквернословие и бранные слова потому что за это будет послан голод и моровое поветрие вот оказывается вот есть у нас свои какие-то представления почему болезни да почему голод моровые поветрие но есть и духовные законы оказывается что сквернословие матершины слова все нечистое что исходит из уст человека оно влечет за собой смерть и смерть не просто вот на каком-то отвлеченном уровне а буквально все начинает умирать и все живое начинает дохнуть из-за того что гнилые слова исходят из сердца человеческого ну и конечно же это услышал егумент призвал народ и все покаянно каялись и удалось избежать морового поветрия господь помиловал народ в то время да за счет раскаяния за счет того что обращались к святому Симеону Верхотурскому ну бывали еще такие конечно своеобразные очень события как вот один казак казак по имени Федор он рассказывал что как-то он приехал к своему брату двоюродному а тот а брат у него вообще был священник и оно это знаете вот казаки поэтому там конечно же и у них и оружие и все ну и он спрашивает вот а есть ли у тебя там вот порох это было на Рождество Христово и они конечно же там попраздновали в этот день и спрашивает есть ли у тебя порох и вот он приносит какой-то вот мешочек пороха и этому казаку какая-то вот странная мысль дай-ка я вот проверю свое ружье а порох то здесь же вот прям в доме на полу в мешочке ну и он решил тут же проверить как бы просто вот как ружье выстрелит этим порохом но не заряжая пулю и значит вот он стреляет и как только нажал на курок то искра одна вылетает и прямо в порох ну и происходит взрыв из этого мы заключаем что не надо играть конечно с огнем да и порох это вещь весьма опасная вроде бы очевидны вещи но казаки они люди очень простые вот он порох вот ружье почему бы не испробовать и вот взрыв значит и крышу не крышу а потолок перекосило другим вроде бы так ничего а он сам рядом находился и у него и ожоги и раны и потом все это начинало гнить и тяжело ему плохо и он дает обещание тоже прийти помолиться вот святому Симеону Верхотурскому сразу стало полегче а когда он пришел и помолился то тут же пошел на поправку и Господь дает ему исцеление и очень многие спасали сто один там человек он шел через какую-то там дамбу упал его тоже тонул тоже призывал святого Симеона Верхотурского и был чудесно избавлен то еще там другие какие-то случаи и одним словом мы имеем святого угодника про которого мало кто вспоминает святой Симеон Верхотурский а ведь он пред Богом имеет дерзновение и может вымаливать и спасать из самых тяжелых обстоятельств то есть и разные болезни и там вот пленение и все что угодно утопающее вот как святитель Николай чудотворец имеет особую благодать ходатайствовать за людей так и Симеон Верхотурский и он дан нам это святой который жил посреди вот простых людей и поэтому он близок простым людям да и собственно говоря своей жизнью он и показывает нам путь вот с чего мы начали нашу беседу что конечно же путь преподобных вот монахов строгих аскетов мы не можем потянуть это да даже в малой мере путь святых военачальников полководцев благоверных князей никогда и никто из нас не поведет за собой народы мученичество тоже а вот праведная жизнь в миру это то что требуется от каждого из нас вот хотя бы в небольшой мере вот не сквернословь не произноси не чистых слов иначе смерть будет воцаряться рядом с тобой а и микробы бактерии вирусы всякие паразиты и пандемии они поэтому приходят что люди не хотят жить в духовно-нравственной чистоте люди внутри себя развели столько паразитов греховных да вот вирус греха вирус сквернословия что потом все это выходит наружу и вот эта вот деструкция распространяется по нашему миру повреждает все из-за этого царит просто полное безобразие а начинается это безобразие с нашей сердечной нечистоты поэтому молись чистой молитвой говори с ближним с любовью с добром пусть никакое гнилое слово не исходит из уст твоих вот как сказано в священном писании и вот такая вот чистая искренняя добродетельная простая жизнь христианина она и является вот собственно спасением которому призывает нас господь вот по молитвам святого праведного Симеона Верхотурского дай господь всем нам такую вот искреннюю чистую христианскую жизнь святой Симеоне Верхотурский моли бога о нас с праздником вас братья и сестры внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео